Мы прошли огромный путь, который был завершен внутренним структурированием Совета. Этот путь включал и выдвижение кандидатов общественными организациями, и интернет-консультации, которые проходили в течение длительного времени, подведением их итогов. Дальше, наконец, появился указ президента. Мы решили главный вопрос. Это вопрос о формировании рабочих групп. То есть это те самые структуры, которые будут заниматься по своим направлениям. Большинство руководителей рабочих групп были избраны, с одной стороны, на альтернативной основе, а с другой стороны, практически единогласно. Или просто единогласно. Я даже в какой-то момент не выдержал и сказал, что такое у нас все за, нет ни одного голоса против, ни одного голоса, кто бы воздержался, но просто какой-то съезд КПСС. По некоторым группам были и такие альтернативные голосования, и достаточно с очень небольшими перевесами голосов. Но по большинству действительно, вот, это было особенно приятно, что было практически единодушное мнение. Я считаю, что это хорошее начало, это хороший такой аванс на будущее. И я надеюсь, что действительно наши рабочие группы, они смогут эффективно работать по своим направлениям. А это значит, они будут в общую копилку приносить свои экспертизы, свои проекты, свои инициативы, свои дискуссии по самым разным вопросам. У нас появились новые рабочие группы, и некоторые рабочие группы, которые существовали и раньше, они несколько переструктурировались. Ну, например, у нас появилась рабочая группа по трудовым правам и социальному партнерству. Мы давно собирались такую группу создать, но не получалось, потому что не было достаточного количества членов Совета. Их просто не было, не из кого было создать такую рабочую группу. Сейчас она создана. Появилась новая рабочая группа по правам человека за рубежом. И это тоже интересное направление. На эту тему и президент Путин выступал во время встречи с Советом. Об этом тоже говорилось. И это направление предусмотрено положением о Совете. Появилась рабочая группа по миграционной политике и гражданскому участию в сфере межнациональных отношений. Мне кажется, очень важное направление здесь. Некоторые группы изменились по своему названию, и, соответственно, изменилось и направление их деятельности. У нас была, например, рабочая группа по общественному вещанию. Ну, поскольку сейчас общественное телевидение уже создаётся, уже есть соответствующие изменения в законодательстве, и существует уже Совет по общественному телевидению, и существует наблюдательный совет общественного телевидения России. Поэтому у нас такой рабочей группы не будет. Вместо неё появляется рабочая группа по свободе информации и правам журналистов. Сохранилась и рабочая группа по делу Сергея Магнитского. Но теперь она будет называться немножко иначе. Она будет называться по делу Сергея Магнитского и другим прецедентным делам. Для нас дело Сергея Магнитского важно, потому что оно создало прецедент, на основании которого были внесены изменения в уголовно-профессуальное законодательство. И расширены были гарантии прав человека, который находится в СИЗО и страдает тяжёлыми болезнями. Это очень важная вещь. Сейчас, вообще говоря о некоммерческих организациях, у нас очень часто, вы знаете, становятся центром внимания. Очень много всего происходит и со стороны власти, и со стороны общества в отношении этих некоммерческих организаций. И сейчас создано довольно много площадок, которые так или иначе связаны с развитием НКО. И есть рабочая группа в открытом правительстве, есть рабочая группа в совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и так далее. Но мне кажется, что уникальность группы по развитию НКО в нашем совете состоит в том, что она прежде всего, так как этот совет всё-таки правозащитный, она должна прежде всего заниматься защитой некоммерческих организаций. К сожалению, сейчас такая ситуация, что боюсь, что нам придётся достаточно много внимания уделять именно этой теме. В день вступления в силу закона о НКО и иностранных агентах, к сожалению, было сразу несколько очень таких хулиганских, я считаю, выходок, вылазок в отношении таких вполне себе авторитетных, давно работающих некоммерческих организаций, таких как Мемориал или Transparency, организация, работающая в России, и нескольких других. Наша группа, группа Магнитского и других прецедентных дел, она не с таким названием, но была создана ещё в пору президентства Медведева и возглавляла эту группу Людмила Михайловна Алексеева. И одним из инициаторов сохранения этой группы была Людмила Михайловна, и она обратилась в Совет как раз по этому поводу. И несмотря на то, что она из состава Совета вышла, она готова продолжать деятельность в качестве эксперта в составе Совета при президенте. И часть группы, которая вышла ранее из Совета, это Лена Панфилова и другие, они тоже готовы, мы выясняли, они тоже готовы участвовать в работе этой группы в качестве экспертов. Но появились у нас новые члены Совета, которые были экспертами по этой группе, они, видимо, тоже будут участвовать в этой работе. Нас нередко упрекали ранее в том, что мы занимаемся только одним или только двумя делами. На самом деле мы и тогда уже по факту занимались очень многими делами. К нам поступали на экспертизу, мы работаем со всеми правозащитными организациями России, со всеми аппаратами, уполномоченных по правам человека России. И к нам поступали в Совет дела, ну, что называется, кричащие, дела о нарушениях таких серьезных, которые не могли оставаться без внимания, в том числе и на уровне президента. Мы проводили их экспертизы, мы обобщали и решали на основе этих наших исследований, обобщений, готовили президенту предложения и законопроекты. Я надеюсь, что сейчас мы продолжим эту деятельность. И, несмотря на название, мы, конечно, будем очень объемную работу вести по всем кричащим, по всем делам, которые будут волновать общество и нас, конечно. И я надеюсь, что это тоже поможет выявить проблемы в судебной системе, проблемы в правоохранительных органах, проблемы в следственных изоляторах, вплоть до медицинских проблем, которые возникают в этой ситуации. И на основе вот этой всей нашей деятельности мы будем готовить предложения президенту, и в том числе по изменениям, которые должны последовать и в судебной деятельности, и в законе о статусе судей, и о кадровых проблемах. То есть экспертиза и работа по прецедентным делам помогает очень в развитии законотворчества. Я возглавляю рабочую группу по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений. Своей основной целью деятельности, я считаю, упрощение миграционного законодательства, прежде всего в сфере гражданства, легализации наших бывших соотечественников и трудовой миграции. Также будем защищать права мигрантов и за пределами России, наших бывших соотечественников. Вот у нас 12 числа президент подписал поправки в закон о гражданстве, и теперь появилась новая категория людей. Это граждане Российской Федерации, незаконно документированные паспортами граждан Российской Федерации. Это всё было бы очень смешно, если бы таких людей не было 70 тысяч, по официальным данным. О чём идёт речь? 10 лет назад были какие-то несоответствия в процедурах, и люди получали паспорта, не попадая в списки МВД, МИДа, а теперь и ФМС, как получившие российское гражданство. Теперь ФМС считает эти списки критерием, и тех, кого в них нет, объявляет иностранцам и предлагает повторно проходить процедуру приобретения российского гражданства. При этом для начала получив разрешение на временное проживание, вид на жительство, 5 лет с ним прожить, и потом получить российский паспорт, а нынешний паспорт сдать. Ну, куда это годится? По закону получается, что если гражданин России от своего российского гражданства, приобретённого по рождению, не отказывался, либо проживал в России на 92-й год, либо приобрёл по иным основаниям, то он этого гражданства не утратил, какой бы паспорт на руках он сейчас не имел. Вместо того, чтобы просто оставить этих людей в покое, учитывая, что прошёл уже и пятилетний срок отмены решения о принятии в гражданство, если оно было незаконным, срок исковой давности трёхлетней по обращению через суд о признании этих действий незаконными, и даже срок давности привлечения к уголовной ответственности начальника паспортной службы, по мнению государства незаконно выдавшего паспорт, этих людей зачем-то объявляют нелегалами и вынуждают повторно легализовываться. Это наиболее очевидный пример, которым придётся заниматься. А вообще, я считаю, что давным-давно надо прекращать практику приобретения регистрации, гражданства и прочих всех правоустанавливающих документов через метро, через объявления в прессе. Для того, чтобы такого позорища не было, надо, чтобы миграционная политика была ясная, предсказуемая, чтобы у нас не было нелегалов ни невольных, ни каких-то других. Кроме того, я ещё вхожу в рабочую группу по социальным правам, хотел бы сосредоточиться на решении проблем общежитий. Последние годы до сегодняшнего дня я много посвятил решению проблем крепостного права в нашей стране. Речь идёт о жителях общежитий, которые незаконно приватизированы юридическими лицами, они полностью живут в крепостном праве, им не выдают никакие документы жилищные, взыскивают долги по коммерческим тарифам. Если надо выселить, то просто выкидывают на улицу, либо выселяют по решению суда, при этом ссылаясь на статьи не жилищного, а гражданского кодекса об освобождении имущества от ненужного хлама. Не проще ситуация обстоит и с муниципальными общежитиями. По закону они также утратили все статусы общежитий ещё в 2005 году с принятием жилищного кодекса, но муниципальные органы не торопятся их передавать, оформлять их в статусе социального найма и заключать жителями эти договоры. В Москве, например, подавляющее большинство таких общежитий коридорного типа сформированы как квартирного типа, и теперь у нас появились 20, 30 и 40-комнатные коммунальные квартиры. К каждой 10-метровой комнате теперь ещё есть 10-15 метров коридора и других вспомогательных помещений в виде кухонь, туалетов и вестибюлей, за которые мало того люди будут платить. Из-за того, что они теперь обеспечены, по норме предоставления оказывается, их снимают с жилищного учёта, на котором они простояли больше 15 лет. И таким образом они лишаются права получить хоть небольшое, но всё-таки жильё уже по установленным законным основаниям. Этим тоже придётся заниматься. И ещё много, много чем ещё. И ещё я бы хотел сказать, да, проблемой тарифов я хотел бы заняться. Очень уж меня сильно это беспокоит. Тоже получается какое-то крепостное право. Мы не знаем, за что платим. У нас что, улучшается качество жилищно-коммунальных услуг, что тарифы всё время растут. Надо давным-давно отказываться от этого затратного подхода в ценообразовании. Хорошо, если удастся понизить эти тарифы. Это программа «Максимум». Программа «Минимум» – это установить ясный и чёткий контроль за ценообразованием в этой системе, сделать его, это ценообразование, предсказуемым и понятным для людей, чтобы мы знали, что нам оказывается, что мы платим за это и как с этим бороться. Продолжение следует...